Михаил Ильич, наших миллиардеров причисляют к элите. Это на самом деле так? Да, конечно. Другое дело, насколько эта элита адекватна обществу. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, я не согласен, что наша элита это те, кто принимают решения. Вы уж меня простите. На сегодняшний день наша элита те, на которых я смотрю и понимаю. В нём заложен наш русский код. Он грамотен, он интересен, он общительен, он интеллигентен. Для меня моя элита, я её ищу сам, это мой дедушка. Мне не нужна больше другая элита, мне не нужен Прохоров. Но на сегодняшний день, для меня моя элита это мои дети. Мой умерший сын, который... Вы спорите с Хазиным? С Михаилом Хазиным? Нет, я не спорю, я просто говорю, что не та элита, кто принимает решения. Нет, это какая-то политическая элита. Вы утробная, наша элита. Мэдди, в чём дело? Она на кому-то. Я ещё раз говорю. Она иногда нам нужна. Нравится, не нравится, но тут же ситуация банальная. Если вы собьёте в пьяном виде на переходе беременную женщину, вас посадят. А если это сделает какой-нибудь генерал, то его не посадят. Или там миллионер. Мы его тоже много слышали. Вот это и есть отличие. Элита от элиты. Давайте говорить так. Если мы каждый день будем писать о пьяных, не элитах, кто сбивает беременных, мы просто будем только об этом путь. Потому что сегодня очень выгодно говорить плохо, и оттуда всё это выдёргивается. У нас на сегодняшний день наша элита, кстати, это и наш средний класс, который ездит в Турцию. И который устроит там такие вахханалии, что просто... Давайте, Оля, пожалуйста. Можно я отвечу на то, пожалуйста. Почему Путин сказал? Вот у меня имеется по этому поводу мнение. Да, пожалуйста. Я могу его выискать. Мнение следующее. У нас идёт экономический кризис. И по итогам этого кризиса нравится это богатым или не нравится. Из 10 богатых останется в лучшем случае трое, а в худшем один. Да у нас их увеличивается только. Кризис прошёл, а мы их ровно увеличили в 43%. Кризис ещё не начался. И так будет у нас в стране, и ничего нам не поможет. Кризис только-только начинается. И проблема состоит в том, что либо, соответственно, ты будешь принимать решение, кто остаётся, а кто нет. Или, соответственно, кто-то по тебе будет принимать решение. Поэтому я считаю, что Путин вернулся. Хотя, скорее всего, кличный ему это не очень поклон. Спасибо. Богатство – это безответственность. И трагедия современных богатых, и не только в России, состоит в том, что сегодня эта ответственность появляется, а они к ней не готовы. Спасибо.